Не только в Республике Татарстан, но и по всей Российской Федерации субъекты вводят весенние ограничения, что связано с перевлажнением дорожных одежд, конструкцией земляного полотна в весенний период, с притоком паводковых вод, подъемом грунтовых. В связи с этим дорожные конструкции, которые были запроектированы, в частности по Республике Татарстан в свое время на 6 тонн на ось, теряют несущую способность. И с учетом подвижного транспорта, который сейчас движется по нашим дорогам, снижены допустимые нагрузки, которые они могут воспринимать. Вот пример 2014 года, мы его неоднократно показываем, это Болтасинский район, перегруженные автомобили просто провалились автомобильной дорогой, которая в принципе в достаточно хорошем и проезжем состоянии была до весеннего периода. Следующий слайд, пожалуйста. Принято в текущем году 141-е постановление Кабинета министров, которое определило сроки весеннего ограничения. С 15 апреля по 14 мая были заблаговременно проведены переговоры с ассоциациями перевозчиков в торгово-промышленной палате. Две встречи проходили у нас в Министерстве транспорта именно с представителями перевозчиков набережных Челнов, ассоциацией логистических перевозчиков, где были доведены правила порядки получения специальных разрешений. Отмечу, что в период весеннего ограничения транспортные средства, превышающие нагрузки на ось, классифицируются как тяжеловесные транспортные средства и получают спецразрешение. Никаких отдельных пропусков якобы на весенний период их не существует, просто транспортные средства становятся тяжеловесными. Наши ближайшие соседи, это Башкортостан, Мариэл, Оренбург, Самара, Чувашия, Ульяновская область, также вводят весенние ограничения, зачастую нагрузки еще меньше, также приведены на слайде, это вот подборка того, что мы изучили соседних субъектов, до 5 тонн на одиночную ось вводится. По федеральным автомобильным дорогам, я думаю, более подробно расскажет Альдар Галюдинович, приказ находится на утверждении, проходит оценку регулирующего воздействия сейчас, и затем будет направлен в Министерство юстиции. Скорее всего, повторится ситуация, которая уже повторяется 4 года подряд, то есть приказ о весеннем ограничении будет выпущен Федеральным дорожным агентством, но к тому времени сроки прохождения весеннего половодия или весеннего ограничения на Республике Татарстан пройдут, поэтому в федеральной автомобильной дороге это не затронется. Итак, допустимые нагрузки на ось по региональным дорогам – это одиночная ось 6 тонн, двухосные тележки 5 тонн, трехосные 4 тонны. Ограничение будет вводиться путем установки соответствующих дорожных знаков. Служба заказчика за день до начала ограничения, то есть 13-14 числа, установит соответствующие знаки для информирования водителя в местах пересечения автомобильных дорог, в местах въезда в Республику. Отмечу, что данное весеннее ограничение не запрещает перевозку грузов, а ограничивает нагрузки на ось. В исключительных случаях также, повторюсь, будут даваться специальные разрешения. Получение специальных разрешений, во-первых, это возможно через портал услуги Татарстан, адреса я также прошу вывести на слайд. Выдачей разрешений заосуществляется РГУ «Безопасность дорожного движения». Аналогичная процедура и для прочих перевозчиков, движущихся к нам из других субъектов. Повторюсь, что в избежание конфликта заранее были проинформированы и проведена работа с перевозчиками. Если говорить о тех, скажем так, финансовых нагрузках, которые возникнут, то для примера мы сделали расчет на КАМАЗ-65-115 грузоподъемностью 14,5 тонн. По региональным дорогам на 100 километров ему придется заплатить порядка 20 тысяч рублей. Отмечу, что данный тариф постановлением Кабинета министров номер 699 утвержден в 2010 году и не меняется с 2011 года. Если мы говорим о выдаче специального разрешения по федеральным автомобильным дорогам на случай возможного введения на федеральных автомобильных дорогах и принятии приказа до окончания сроков, то сумма на этот же транспортный средств на 100 километров составит 223 тысячи. Для аналога в Республике Башкортостан размеры причинения вреда в период весеннего ограничения на 100 километров составит 212 тысяч рублей. Продолжение следует...